Встреча с самолетом Этот самолет называется Як-42 Впервые об этом лайнере мы узнали еще в феврале 1974 года Тогда генеральный авиаконструктор, дважды герой социалистического труда Александр Сергеевич Яковлев Рассказывая о планах своего коллектива, сообщил, что на очереди у них Як-42 Реактивный самолет для ближних магистральных и местных линий И вот теперь, когда он создан, когда летает Мы узнаем свойственную яковлевским машинам разумную целесообразность компоновки, изящную простоту, элегантность очертаний Яковлев любит строить красивые аэропланы Сказал однажды летчик-испытатель, герой Советского Союза Владимир Ильюшин Правительственное задание было ответственным Желаю товарищу Яковлеву и всем работникам его конструкторского бюро Полного успеха в осуществлении большого и нужного для страны дела Скорейшего создания современного пассажирского самолета С этими словами генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев Обратился к коллективу опытного конструкторского бюро В ответ на обращение партийно-хозяйственный актив предприятия принял решение Выпустить первый экземпляр Як-42 на год раньше установленного срока Яковлев прекрасно умеет наладить взаимодействие всех служб Точно направить работу каждого Знание, талант, творческое вдохновение любого из множества специалистов Нужно слить в единое целое, имя которому — самолет Самый первый опытный экземпляр Ради него, будущего самолета с порядковым номером один Созданы проверочные стенды Сотни контрольных приборов Несут свои вахты инженеры, техники, лаборанты Ежечасно идет отбор, расчет, поиск Самых оптимальных вариантов Веса, материалов, профилей Для каждой детали, каждого узла, а их тысячи Определяются условия работы, допустимые нагрузки, наивыгоднейшие режимы Здесь за полвека создано свыше 200 типов и модификаций летательных аппаратов Самолет находится в крылатом строю полтора десятка лет Это 30 тысяч часов в воздухе И каждая его деталь должна быть абсолютно надежна в любую секунду своей службы Металлическая нога шасси Сегодня великое множество раз на стенде повторит свое движение Чтобы потом никогда не совершить его не точно, не верно, не до конца Для массового производства, для серийной сборки самолетов на заводе в Смоленске Технологи создадут всевозможные приспособления, механические, электрические устройства Но первый, опытный образец, собирается гучной Потом примерят на себя кабину и все, что в ней есть Летчик-испытатель Арсений Колосов и его товарищи Предстоит освоить воздушный корабль, вмещающий в четверо больше пассажиров, чем Як-40 Способный летать со скоростью более 800 км в час Потом с новой машиной Яковлева познакомится еще один пилот Министр гражданской авиации Бугаев Мнение маршала авиации вдвойне ценно Ведь Борис Павлович Бугаев сам прокладывал первые международные трассы за штурвалом Ту-104 Создатели Як-42 вкладывают в реактивную машину нового поколения Все, что открыто авиационной наукой Все, что создано металлургией, радиотехникой, электроникой Под руками мастеров-сборщиков все больше обретает законченность фюзеляж Вот таким станет пассажирский салон На местных линиях Як-42 сможет принять 100 пассажиров А на трассах большей протяженности 120 Для будущих путешественников предусматривается максимум удобства Широкие шины, пневматики низкого давления С таким шасси для самолета не останется ни одного недоступного аэродрома Элементы нового лайнера сходили с чертежей и появлялись в сборочном корпусе Обгоняя все ранее намеченные сроки На недели, а то и на месяцы раньше графика Лайнер получил свои крылья, хвостовое оперение, двигатели Каждая операция сборки пристально контролировалась, проверялась, просчитывалась Главными слагаемыми будущих рейсов должны стать надежность и безопасность Як-42 поднимут в небо три могучих турбовентиляторных двигателя Д-36 Созданных в конструкторском бюро героя социалистического труда Владимира Лотарева А пока двигатель, подвешенный под фюзеляжем летающей лаборатории, уйдет на испытание в небо Там, на высоте, его будут гонять нещадно, останавливать и вновь запускать Главное достоинство двигателя — небольшой расход топлива Значит, самолет обещает быть экономичным и рентабельным Он отвечает самым высоким требованиям нашего времени — пятилетке качества и эффективности Обещание коллектива конструкторского бюро, данное в ответ на обращение товарища Брежнева, не осталось пустыми словами Оно было выполнено Для этого было учтено все Были мобилизованы все резервы максимального повышения производительности труда В конце зимы Як-42 вступил в стадию доводки до полной готовности Это бывают, наверное, самые трудные, самые напряженные дни для каждого, кто причастен к рождению новой машины Кто конструировал ее и готовил в первый полет Ночь перед стартом На утро По аэродромной традиции, когда в небо уходит опытная машина, все иные дела здесь отменяются Экипаж в защитных шлемах Полетно-испытательный Через несколько секунд прозвучит вам взлет Удивительное это дело — испытание нового самолета Его строили сотни дней, и вот сейчас он должен уйти в небо Первый полет продолжался полчаса Машина прошла 420 километров И этого было вполне достаточно, чтобы убедиться Родился самолет нового поколения воздушных лайнеров На землю с борта Як-42 поступали радиосообщения Рулям послушно Маневрирует легко Сели чисто Вот так закончилась эта авиационная премьера О начале летных испытаний Як-42 Говорил с трибуны 25-го съезда КПСС товарищ Брежнев Дозрочный старт крылатой машины был отмечен наряду с другими Замечательными результатами работы советских людей В канун партийного форума советских коммунистов Весной и летом полеты продолжались На воздушных перекрестках, где встречаются машины со всей страны, к новичку уже присматривались Аэрофлот давно ждет машину, отвечающую международным стандартам экономичности и сервиса Способную преодолеть расстояние, скажем, от Балтики до Крыма за каких-нибудь два часа Зарубежные партнеры авиаэкспорта знакомились с Як-42 обстоятельно и подробно В столичном аэропорту Домодедово был специально организован показ машины деловым людям из европейских стран Азии и Африки, американского континента Дальность беспосадочного перелета 1850 километров Длина взлетной полосы менее 2000 метров Большой ресурс двигателей и планера Высокий комфорт Над этим стоит поразмыслить Итак, первый этап создания нового воздушного корабля завершен Итак, первый этап создания нового воздушного корабля завершен Впереди большая и сложная работа по его испытаниям Ее продолжат теперь совместно с создателями самолета работники гражданской авиации Им предстоит эксплуатировать Як-42 на регулярных трассах Крупнейшая авиакомпания мира Аэрофлот будет в нынешней пятилетке переоснащена на самой совершенной технической основе Наряду с гигантом аэробусом Ил-86 на воздушные трассы страны выйдет Як-42 Самолет, вобравший огромный опыт конструкторского коллектива Воплощающий последние достижения научно-технического прогресса Это удивительно! Рождение нового воздушного корабля Он пройдет над планетой миллионы километров Его будут встречать на всех широтах Но это будет потом А сейчас перед вами начало его биографии Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok